Аборт для церкви Божий не убей, и никак иначе никогда это не рассматривается. И сказано, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной. То есть этот грех исцеляется только через покаяние. Но у этого греха есть еще последствия. Конечно, аборт делается в основном для того, чтобы не поменялся стиль жизни человека. Я ни в коем случае не хочу сказать, что в этом виновата одна женщина. Нет, виноват мужчина, не меньше нее. И беда в том, что мужчины совершенно не каются в том, что от них делают аборты. Потому что они точно так же виноваты. Если бы большинство из женщин, которые идут на аборт, знало, что ребенок будет рожден в семье, ей будет на кого опереться, и отец будет его любить и их с ним содержать, пока она будет его растить, то абортов было бы в 10 раз меньше. Поэтому вина мужчин в этом огромна. Как и вина женщин, такая же точно. И вот, конечно, если ради того, чтобы оставался тот комфорт, который есть в жизни, приносится в жертву жизнь родного ребенка, то это не может не исказить жизнь самих родителей. И не может не повлиять на то, как жизнь их будет строиться дальше. Потому что Господь судит человека, как говорит пророк Иеремия, по пути его. Вот путь, куда он направлен. Человек готов пролить кровь своего ребенка для того, чтобы спокойно дальше продолжать жить. Как такого человека спасти? Вот только скорбями. И, конечно, поэтому, особенно если нет покаяния, если оно не принесено, мы знаем, что за любой грех можно получить прощение, если человек искренне и глубоко кается. Так вот, если не принесено покаяние, то Господь начинает лечить души этих людей горькими лекарствами для того, чтобы их спасти. У пророка Осии в девятой главе есть удивительные слова. У Ефремлин, как птица, улетит слава чадородия. Ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет. Хотя бы они воспитывали детей своих, отниму их, ибо гореем, когда удалюсь от них. Вот слава чадородия, то есть уважение к рождению ребенка, понимание того, что это великое счастье, что это цель созидания семьи и вообще жизни, одна из главных жизненных целей человека, оно у нас ушло, у большинства из наших соотечественников. Поэтому, конечно, ни рождения, ни беременности, ни зачатия здорового быть не может. Я вот скоро 30 лет священник, я могу сказать, что я исповедовал и убийц в тюрьме, и самых тяжелых грешников, но, наверное, самая страшная исповедь, которую я принимал в своей жизни, исповедь женщине, которую я видел один раз. Это исповедь, вышедшей на пенсию гинеколога, который всю жизнь делал аборты. Она делала по несколько раз в день, совершала вот это убийство. И она с этим жила очень долго. Когда она вышла на пенсию, она вдруг, Господь ей открылся, она поняла, что она творила. И вот, когда она искренне каялась, я видел один раз, понятно, что ей в храм, где она о таком рассказала, стыдно прийти. Хотя, конечно, я бы ее обязательно принял. Это было искренне глубокое покаяние. Но, когда она говорила все это, мне казалось, что просто, что какие-то тонны вот этого мрака нагружаются на мой душ. Я видел вот эту бездну. Она как бы зрительно открывалась передо мной. Я не могу этого описать. Поэтому это, когда человек делает аборт, в жизнь его неизбежно вторгается расплата. Потому что каждое преступление имеет последствия. Такое страшное преступление не может не иметь последствий. Потому что, как это может быть не удивительно здесь звучит, справедливость Божия это тоже проявление его любви. Если человек ничего не терпит за свои преступления закона Божьего, как он одумается, как он опомнится? Можно сказать вот о чем. Это очень важно. Чтобы преодолеть последствия аборта, надо потрудиться. Как потрудиться? Во-первых, и этот вопрос очень часто задают пожилые женщины, которые вдруг осознают ужас того, что они сотворили там 30 лет назад. Когда вдруг они понимают, что сейчас у них мог бы быть не один сын, а четверо. Не одна дочь, а пятеро. И это могли бы быть счастливые люди, которые бы любили и покоили их старость. Вот они приходят и говорят, батюшка, я исповедовалась. Я знаю, что и верю, что Господь меня простил. Но все равно душа болит. Что сделать? Ну, я говорю, во-первых, молитва. Есть канон матери, загубившей младенца во чреве. А есть и дела. Какие дела? Во-первых, если рядом с вами молодая женщина, находящаяся на грани аборта, вам об этом свидетельствуют, оставьте в сторону всякое ложное смирение. Убедите ее в том, что этого делать не надо. Предложите ей свою помощь. Скажите, что вы поможете первые месяцы и помогите действительно, что вы будете приезжать, сидеть, стирать. Все то, что вы когда-то не сделали своему ребенку, верните через другого. Это первое. Второе, надо идти помогать многодетной семье. Подойдите к священнику вашего храма и скажите, батюшка, вот у меня там сын вырос, пока не женат, я вышла на пенсию, есть еще силы в руках и есть желание потрудиться против греха, который я сотворил. Я хочу потрудиться. Дайте мне какую-нибудь многодетную семью. Приходите туда два-три раза в неделю или один раз в неделю, сколько вы можете. И трудитесь руками. Опять-таки, делайте то, что вы в свое время отказались делать. Помогите вот этой маме, которой очень сейчас тяжело, дайте ей поспать днем, сварите борщ, вымойте кухню, погуляйте с ребенком или сходите в магазин. Безвозмездно, конечно. И держитесь за эту возможность, как за возможность реальными делами искупить свой грех. И тогда, может быть, покой и прощение почувствует ваша душа. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...